Всем привет! А, привет! Выехали. У нас сейчас не утро, у нас обед. У нас сейчас обед время, и мы с Максимом ездим по делам. У нас полная машина забита вот так вот. Близко-близко сидение подвинули, чтобы все поместилось. Ой, мне Даня звонит. Смотрите, какая у нас погода шикарная, просто шикарная. Два дня подряд был туман, мороз, деревья были белые, прям такая изморозь. Максим говорит, ну смотри, практически настоящая зима, только без снега, с изморозью. А сегодня очень тепло, ну вообще-то плюс 4, но на солнце хорошо, прям комфортно, тепло. Хоть нам и обещают, сейчас в следующую неделю все в дождях, и даже временами нарисованы там снежинки. Вот. Но пока что тепло, и хорошо. Смотрите, небо идеально чистое. Вы сейчас на работу к тебе, Максим? Да, да, мы даст загрузиться. Сгрузиться. Я вспомнила, Максим, нам нужно еще на Озон заехать. Почему? Потому что Даня сегодня смарт-часы придет. Он не выдержит. Придут тут. Да. Надо будет сегодня их забрать. Так что сегодня у нас, грубо говоря, общий выходной. Но вот мы сейчас по делам, по Максиму съездили. У меня не выходной, а рабочий день. Рабочий день, но по закупкам, по материалам. Так, сейчас выключаюсь, потому что ветер явно плохо слышно. Что я сейчас приеду, я думаю, что еще-очень скоро. Вообще у нас уже скоро весна. Сегодня, например, весна. И вообще, вот сейчас вот февраль начнется. Что там от той зимы? Здесь обычно до половины февраля зима, скажем так. А после уже так все идет на весну. Начинается цветение. Почки набухать начинают. Случайно и морозы бывают, которые бахают. И потом эти почки начинают замерзать. Так что еще немножечко осталось. Ой, сейчас мимо будем проезжать. Это речка, Максим же, да? Не Ерик? Это Ерик. Это Ерик? Да, это канал. Вот. И он замерзший, видите, лед. Так что солнце не солнце, тепло не тепло, но недостаточно, чтобы разморозилась речка. Или Ерик. Сегодня Даня пришел со школы. У них была благотворительная ярмарка. Это та ярмарка, где дети приносят сладости. Продают у них такой небольшой... Ну, ярмарка происходит. Они продают и тут же идут у других детей, покупают. Вот Даня принес целую коробку вкусняшек. Ну, они уже половину тут поели, я смотрю. Вот. Так, мы уже дома, и я хочу показать, что мы купили. Сегодня будет зеленый борщ. Это зелень, щавель, лук зеленый. Была акция на туалетную бумагу, 173 рубля. Такая пачка, три слоя, восемь баллонов. Я всегда беру в пятерки по акции. Дальше купила. Салфетки закончились. Пятерки беру вот с такой коробочкой, очень удобно. Картошки купила. Даня у нас чистая картошка, она была. Ну, если не хватит, вот еще. Лимончик к чаю. И грудку. И забыла, нужно было еще купить в нашем магазине, заехать сметану. И яиц еще купить. Ну, это сейчас по ходу дела. Так, все, буду я готовить обед. А то у нас время уже обед, а мы все голодные. Не обедали. Ездили мы. Я съездила на Озон. У нас были заказики у меня и у Дани. Вон Дани коробочка. И у меня. Я заказывала скатерть. Вот такую. Со специальным водоотталкивающим грязезащитным покрытием. Но все равно я его буду потом защищать. Хочу купить или жидкое стекло, или что-то такое подобное. Потому что она белая, светлая. Даже молочная, видите, такого цвета. Не хочется, чтобы она, конечно, испортилась. И с моими мальчишками так не получится. Поэтому нужно обязательно что-то защищающее. Так, сделано в Белоруссии. Поддерживаем наших партнеров. Так, и давайте посмотрим. Даня, долгожданная посылочка. Даня это очень сильно ждал. Да, просто ровем. Я хочу так. Ух ты. Прикольно красиво. Давай, здесь показывай. Вот такие часики, смарт-часики. Они должны быть с сим-картой, чтобы он смог звонить. Им сейчас в школе запретили телефоны. Вот. И поэтому вот такие часики он себе заказал. Они вот такого остального цвета. Там чинят. Как это нет? А, нет, есть. Просто так. Желко. Проверяем с Даней камеру. Включили только что. А ну-ка, давай меню включим. А я хочу сфоткать. Потом сфоткаешь. Покажи меню и будешь фоткать. О, я сфоткалю. Дань. Так, получается, это назад, да. Покажи, пожалуйста, меню. Здесь есть сообщения, аудио, это контакты, ну, всякий там Bluetooth, вид. Галерея. Вот они, кстати, вот на галереи. Здесь должна быть твоя фотка. Угу. Ну-ка. Нет. А, нет, значит, не сфоткал. Дальше здесь калькулятор, часы, MyFiles, ну, в общем, такой мини-телефон. Угу. Сейчас где-то там... Это, наверное, этот... Ага, таймер. Так, обратно. Верни обратно. Так. Вот. Вот здесь WhatsApp. Ну, и всякие тут... Facebook даже есть, Twitter. В общем, такие часики. Стоят вообще недорого-недорого. Ну, Даня довольный, правильно? Еще QR-код. Теперь будешь звонить. Мы уже попробовали позвонить. Это что за QR-код? Я не знаю, сынок. Это, наверное, подсоединяться к программе. Лучше вырежи это. Вот. Ну, в общем, Даня довольный, счастливый. Он ждал долго эти часики. Теперь он может звонить мне. Я ему могу звонить в школу без телефона. Да? Угу. Угу. Так выглядит скатерть. Ну, конечно, я ее только достала. Ее нужно постирать, прогладить. И я еще планировала, помимо жидкого стекла, вот такую вот на всю длину дорожку серого цвета, под цвет этой стены. Я думаю, будет очень хорошо смотреться. Потому что так белые они очень-то смотрятся. Когда появится дорожка широкая, будет, я думаю, очень красиво. Вот. Ну, я все равно довольна покупкой. Она такая красивая. Они просто белые. А если вам видно такими вензелями, классная, плотная, вообще очень плотная. Ну, говорят же, что она... Ну, от нее вода отталкивается. Не будем проверять сейчас. Ой, надо будет сначала постирать и гладить. И заказать еще дорожку. И без дорожки, конечно, я ее стелить не буду. Подождем. У нас Максим занят. У нас здесь не было двери. Вставил дверь. Вот такую вот. Мы как-то, когда только заезжали, покупали эту дверь. Вот. И бушную. Но она, в принципе, в хорошем состоянии. По-моему, за тысячу рублей. Или за... Ну, что-то вообще за копейки. Или за 500 рублей. Одну дверь. Две двери. Одну в зале поставили. В комнату, вернее, поставили. Вторую. Вот она стояла, стояла. Вот только сейчас мы решили поставить. Кирюша очень просит эту дверь. Даня наоборот против, чтобы эту дверь ставили. Он боится спать. Один в комнате. Но, в общем, мы послышали мнение Кирилла. Вот сейчас Максим ставил прям в старую вот коробку. Вот так вот эту коробку встали. Потому что, ну, видите, да? Прошлая дверь была намного шире, чем эта. Вот. Поэтому он так прям ставил вместе с коробкой в эту большую коробку. Вот там сверху дырочка осталась. Он сейчас гипсокартоном это все закроет. И будет все хорошо. Ничего больше придумать не будем. Съемный дом, в принципе, будет нормально. Вот. Уже вид более-менее. Тут было просто... Да, вот когда мы приехали, здесь была шторка такая, знаете, как у бабушек. Вот. Мы эту шторку сняли. Была просто дыра в комнату. А теперь будет дверь. И еще у Дани в шкафу поломались двери. А именно выломали вот эти вот элементы. Может быть, кто-то знает. Дети обычно это и делают. Вот эти вот элементы. Вот тут вот саморезы. И вот эти вот дырки были все выломаны. Максим приклеил туда такие чопики. Еще вчера. Сегодня он все это срежет. И туда можно будет новый саморез вставить. И двери будут нормальные. Там постоянно в шкафу у него, где одежда, дверцы на распашку. Одной дверцы давно не было, вторая на распашку. Потому что, ну, она висела на одном вот таком... На одном таком креплении. Вот так что папа у нас сегодня занимается домашними делами, которые уже давно-давно просят его золотых ручек. Кольдулик, внеси немножко. Поменяемся. Опа. А что это за бетон? Фирма. Фирма закорчута. Сразу. Так не было так, стоишь. Давай, давай. Как же он? Так, все-таки я отгладила скатерть и постелила так. Пока что посмотрю. Ну, прям очень захотелось меня постелить. Она такая красивая, такая нежная. И Максим увидел, посмотрел, говорит, мне нравится, говорит, больше ничего не нужно. Но я все равно, конечно же, сюда все куплю, то, что я хотела. Но пока так постелила. Красота. Смотри, у меня наконец-то закрыт шкафчик. Отлично, вообще круто. Наконец-то. Теперь, наконец-то, нужно порядочек в комнате навести, Дань. И будет все замечательно. На столе, на полу, везде-везде. Да. Да. Понятно, мам? Понятно. Папа у нас молодец, да? Сейчас, дай. Сделал все. Да. Мы сейчас сидим в темноте. Угу. Представляете, у нас закоротил свет. Старая проводка все-таки в доме, дом старый. Максим выключил весь свет. В общем, пол дома отключилось от света, от освещения. Максим все выключил, полез на чердак, восстанавливать проводку. Сейчас там. И мы без освещения сидим сейчас, мальчишки в шашки играют. Это уголки? Нет, это уголки. А, уголки. Даня в шашки не хочет. Угу. Я люблю шашки, но больше просто, чем шахматы. Им Даша привезла такие вот шахматы, шашки, ну, в общем... Старые, я очень в них не играл. Шахматы, шахматы, шашки, нарды, уголки. Ну, в общем, они время от времени играют то в одно, то в второе. Кому-то что-то нравится больше, кому-то меньше, да? Даня в шахматы не любит играть, а Кирилл любит. Даня больше шашки нравится, да, Даня? Да. Там, думаю, просто меньше. А уголки больше вообще нравится. Потому что легко, да? Нет, просто интереснее. Не просто фигурами там хочешь. А берешь вот так вот, нужно все фигуры переставить на одно место. Да, ну, берем руки. Достали свечки, у нас залежались. Максим как-то покупал, мы даже не думали, что они пригодятся нам. Тем более, Кирилл постоянно читерит. То в шашках, то в шашках. Доброго всем утра. У нас уже следующий день. Завтрак. Нажарила оладушки. Но что-то я потом уже, когда начала жарить, подумала, что хочу баусаки. Но было уже поздно. Значит, баусаки будут в следующий раз. Вот, сейчас будем завтракать. Сегодня опять выходные все. Почему Максим выходной? Потому что вчера свет, он, конечно, подключил, но полностью не доделал. Нужно это все сделать аккуратно, чтобы ничего не произошло. Садись, Дань. Вот, то есть. Вот, чтобы ничего не произошло. Потому что это серьезно. Это серьезно, это нужно доделать обязательно. Просто полностью переделать электрику вот на данном участке. Потому что свет не везде выключился, а вот только в определенном месте. Вот, видите, вот в этом доме в основном на кухне свет не выключался, в ванной не выключался. В основном доме. А можно? Да, завтракай. Вот, сейчас я еще сгущенки принесу. Так что Максим сегодня остался дома. Будет сегодня заниматься электрикой. А Кирилл где? Что он напишет? Кирилл! Я не услышал. Иди завтракать! Руки мой! Так, сейчас и Максим придет, он тоже пошел мыть руки. Все, пожелайте нам приятного аппетита. Спасибо. Будем мы завтракать. Нормально. Загущеночка. Ну, сядь ровно. Даня моет посуду. Помощник мой. Ну, вообще, у них с Кириллом очередь. Они через день с Кириллом моют посуду. Ну, когда я вижу, конечно, что они загружены, домашняя работа или чем-то своими делами заняты, я, понятное дело, мою. Но у них все равно негласная очередь. Если один помыл посуду, то обязательно через какое-то время следующий должен быть посуду. Вот сегодня Даня на очередь. Помоет посуду. Я здесь готовлю обед. Потом расскажу, что я делаю. Как вы думаете, чего не хватает на моей столешнице? Чайника. У меня здесь стоял электрический чайник, его нет. Он вчера сгорел. Мы думаем, что из-за этого у нас и свет правильно вырубился. Ну, это причина была просто. На самом деле была просто старая проводка. Правильно? И она не выдержала такого напряжения. Да, она и так перегружалась. Получается, на одну распредкоробку, на один провод. Получается, весь... Вот, а часть себя дома. Это хорошо, что я еще... Когда мы только сюда заехали, я сразу автоматом кинул, получается, у нас холодильник, посудомойка, микроволновка, плита, она на новой электрике. То есть напрямую по поверхности кинул и автомат добавил. Ну, вот у меня вот это еще зараза смутило. Потому что отсюда выходил 4-х квадратный алюминиевый провод. Его бы хватило бы с головой, то есть я не стал менять. А там он запитывается тонюсенько от 1,5-х квадратного алюминиевого. Ну, короче, тут электрика через одно место сделана. Медь с алюминием скручена, прислывалась. Ну, старая... Как в те времена дедушки... Да и не старая даже глупостью не сделала. Но основную-то я нагрузку убрала, а основная причина, то, что там медяшка была с алюминием скручен. Прошло, прошло. Ну, короче, выгорела прям вот, вот так проводка выгорелась, все посплавилось к чертовой бабушке. Давай сейчас новую делать. Ну, запитывать новую. Вот сейчас на крышу пробиваешь, как всегда. Вчера полвечера, полночи. Полночи на крыше провозился и сейчас полезешь на крышу. Ну, надо было найти причину. Чего про гвозди ты говоришь? Любитель находить гвозди. Ты что? С первого раза просто начинаешь что-то сверлить. С первого раза я всегда попадаю в какой-нибудь гвоздь. Он наступил там на крышу где-то. Ну, ничего. Что сейчас сделаю? Сейчас все сделаю. Сейчас перетачиваю, сверываю опять. Чего-чего? Сверываю, перетачиваю, потому что гвоздь поймал сразу. А, и затупился сразу, да? Ну, сразу поймал гвоздь. Ну, понятно. Ну, давай, иди. Давай. Короче, у меня здесь на кухне такой плацдарм для ремонта. Такой беспорядок. Ну, потом наведу порядок. Сегодня выходная. А готовить я собираюсь сегодня. Хочу оладушки из рубленной грудки. Хочу сделать. Рублю туда яичко, муки, сметанки. И вот такое вот замешиваю тесто и потом обжариваю. Очень вкусно получается. И так, я думаю, полезно. Мало там такого вредного, это точно. Только то, что ты жарить будешь, это да. А так, в принципе, это все полезное. Вот. Так что буду я готовить обед. И буду, скорее всего, Максим, когда что-то делает, всегда меня зовет. Я помогаю. То принеси, то подержи, то поднеси. Вот. Скорее всего, буду еще главным помощником мастера. О, такая у меня будет должность сегодня. У нас дело уже близится к вечеру. И что-то нашего папы нет. Уехал в магазин строительный за индикаторной отверткой. Не взял с собой телефон. Телефон остался дома. На улице дождь. Ой, уже темнеет. Здесь свет есть. В основном доме света нет. Вот. С мальчишками решили поиграть. Пока ждем его. Бабу. Нашу любимую игрушку. Ну, они мне, конечно, уламывали. Дай, Сану, дай. Они? Ну, уламывали играть и в шашки, и в шахматы, и в бизнес. Нет, это Кирилл говорил. Ну, Кирилл, хорошо. Ну, я в это не люблю играть. Поэтому говорю, давайте поиграем в табу пока. А Максима так и нет. Что-то не пойми, где он. По идее, должен был туда и обратно съездить. А его нет. Я уже там обед приготовила. А его нет и нет. Уже ужин скоро. Так, папа наш вернулся, блудный сын. По магазинам походил, там что-то там посмотрел. Не знаю, что купил. Сидим, отдыхаем, поужинали. При свечах ужин был при свечах у нас. Остались немножечко оладушки завтрака. Поужинали. И сейчас с мальчишками играли в табу. Наша любимая игра. Вот. Даня снимает на камеру свечку. А у нас уже ремонт. И все еще продолжается. Все еще Максим делает. Электричество. Мы уже с мальчишками поиграли. Настольные игры. Это не нужно собрать. Мама, подожди, дети не нужны? Нет. Они тут разобрали коробку со всякими поломанными гаджетами. Коробки от гаджетов. Да. В общем, разбирают. Кирилл там колонку нашел. Я камеру. Даня камеру в упрошку старую. Нет. Тебе он тоже не нужен. Он нужен. В общем, занимаемся. Развлекаемся как можем. Та-дам. У нас появился свет. Приятного аппетита, Мася. Спасибо большое. У нас появился свет. Максим, в общем, сделал все хорошо. Теперь можно не бояться, что у нас что-то случится. Ну, естественно, там кое-где не перенагружать кое-какие там розетки, что-то там. Ну, в общем, Максим мне там пообъяснял все. Я теперь в курсе. Вот. Которая? На столешнице. Которая находится на кухне. Вот это большая. Нет, по отдельности, там, если на кухне, что хочешь делать? Только одновременно там. Если работает духовка, то здесь утюг включать нельзя. В общем, нельзя перенагружать, поэтому будем... Ну, хотя бы так. Ты не сможешь автомат просто сработать. Да. Максим ужинает. Мы уже поужинали. Мальчишки пошли спать, легли. У нас еще тут остаточки. От наших двухдневных таких посиделок вот остались. Хорошо, да, со скатертью? Прям круто. А когда делаем, вообще будет супер. Так, все. Ну, и я буду... Мы будем заканчивать свой влог. Да? Ой, смотри, какие у нас там звезды. Максим говорит, надо уже убирать их. Да пора уже. А мне так нравится. Прям ты сидишь. Ну, ты вот так и все. Вот эту? А эту как же. Ну да, надо уже. Пора уже все это убирать. Надо потихонечку опять перестирывать шторки. Переглаживать. У меня есть чем переглаживать. По нормальному не мучаясь. И все. На основном их убрать, чтобы переноски убрать. Угу. Под нормальной переносками, что сразу розетку. Угу. У нас здесь все на переносках. Одна рабочая розетка в зале. В общем, в комнате одна розетка. Вот. Ладно. Все. Всем спасибо за просмотры, за лайки, за комментарии. Всем пока-пока. Валяемся с Максимом перед телевизором. Отдыхаем. Сейчас уже скоро пойдем спать. И так как у нас сломался чайник, мы сидим, выбираем чайники. Уже смотрели и термо... Как термо... Термочайник. Термопоты или... А, термопоты тоже. Уже смотрели и чайники, и что только не смотрели. Ну, короче, выбираем. Потому что без чайника, без электрического мы уже не можем. Привыкли. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok